Всем привет! С вами рубрика Быть инди! Сегодня мы поедем по путевке в загробный мир от туры оператора Deadland. Будем убегать от стая гусей в Dungeons & Cocks и узнаем сколько же автора Zompercer удалось увести денег на своем поезде в условиях зомби-апокалипсиса. Deadland – это экшен-платформер, разрабатываемый командой Dead Story Studios, повествующий нам о нелегкой судьбе Паладина, попавшего в мир мертвых. Основной его целью является поиск выхода оттуда. Но эту задачу сильно усложняет главный гад в лице самого владыки мертвых, который по неизвестной нам причине хочет досрочной смерти Паладина. Игровой процесс был сделан с уклоном в метроидванию со всеми присущими для нее элементами. Исследование локаций, собирание предметов, разгадка головоломок. Также присутствует прокачка навыков, открытие новых способностей главного героя и усиление уже имеющихся. Сюжеты в игре два, основной и секретный. Первый рассказывается прямо в игре и доступен каждому, а второй сделан для тех, кто хочет узнать, почему главный герой сюда попал и какие события предшествовали всему этому. Хотелось бы отдельно выделить, что разработчики брали в пример не только метроидвания проекты, а точнее Castlevania и Hulk Knight, но и такие как Devil May Cry, Dark Souls, Rayman и Undertale. А это значит то, что они развивали игру не только в исследовательской составляющей, но еще пытались разнообразить бои, создать сложную систему смерти и сделать платформинг приятнее, а передвижение персонажа свободнее и стремительнее. На данном этапе есть играбельная демо с полноценным боссом и мини-боссом. Для дальнейшей же разработки команде не хватает бюджета и моральной отдачи. Как они сами говорят, мы обычные студенты, мешать учебу, работу и создание игры у нас выходит очень тяжело, поэтому мы вышли с нашим проектом на BoomStarter, где вы можете поддержать нас прямо сейчас и в награду опробовать демо самостоятельно. Дальше планируется добавлять новые локации, боссов, врагов, а также довольно большое количество механик, не вошедших в демо. Даже беря в учет то, что есть готовый кусок игры, они знают о всех недочетах и собираются их исправить в будущем. Пожелаем ребятам удачи! В очередной раз хочу напомнить вам, что у нас есть патреон и бусти. Если у вас есть желание, вы всегда можете поддержать нашу игру и нашу рубрику «Быть инди» на этих сайтах. А еще хотим поблагодарить тех, кто уже это сделал. Спасибо вам, Енот и Фомара Дони. Ваша поддержка важна для нас. В игре Dungeons & Cocks у вас разовьется довольно странная фобия и вы начнете бояться гусей. Просто сюжет довольно странный и специфичный, вот послушайте сами. Престарелый Банвиван Мэтью Делани вынужден покинуть страну, потому что она была захвачена гусями. Он отправляется в плавание и добирается до берегов Нового Света. Но неизведанная земля встречает старого Деланея далеко не так радушно, как он планировал. Нам неизвестно, что автор курит, но судя по описанию трейлеру к игре, это безумие нас будет преследовать на протяжении всей игры. Если задуматься и представить, чем же мог вдохновляться автор при работе над этим проектом, почему-то навскидку вспоминается серия игр Rocks of Ages и фильм Monty Python в поисках священного Граля. Как отмечает разработчик, проект сделан в стиле старых адвенчур и 3D-платформеров. В игре объединено несколько механик. Стелс, платформы, загадки и уникальная боевая система. Несмотря на то, что все это звучит довольно неплохо и увлекательно, наш сценарист сказал, что лично он на такой проект даже не обратил бы внимания. В первую очередь отталкивает сюжет, а уже потом оформление. Складывается впечатление, что это одна из тех игр, из-за которых многие хейтили Steam Greenlight в свое время. Да и название разработчиков The Bratants не внушает доверия. Ощущение, что игру делают дворовые пацаны, чтобы тупо поржать и сколотить деньжат. Не в обиду разработчику, но мы за качественный контент. Поэтому сценарист надеется, что он сильно ошибается на ваш счет и ваша игра его еще удивит. Как бы то ни было, желаем разработчику удачи. Надеемся, что он не остановится на данном проекте и сделать что-то более серьезное и для более широкой аудитории. А теперь, как мы и обещали, поговорим об игре Zamppiercer, о которой мы уже упоминали в своем недавнем ролике, ссылку на которую я как обычно оставлю в комментариях под этим видео. На разработку данного проекта ушло более двух лет. Как мы и догадывались, разработчик использовал сеты своей игре, которые обошлись ему примерно в 200 баксов. На этом его денежные траты по крупному счету и закончились, так как все остальное он делал сам. Автор игры не является программистом и когда начинал делать игру, программировать не умел. Обучался по ходу разработки и параллельно консультировался у друга, который подсказывал ему, когда он застревал на какой-то проблеме. Разработчик огромный молодец. Он показал на своем примере, что самое главное это желание и что даже если ты чего-то не умеешь, главное начать и тогда у тебя точно все получится. Маркетинга тоже совершенно не было, но интерес к игре был очень большой с самого начала, потому что она попала в руки к довольно популярному ютуберу, который поиграл в нее почти сразу после релиза и продажи взлетели многократно. Именно это дало автору возможность спокойно работать над проектом и не задумываться о финансовой стороне. Как говорят, чужие деньги считать нехорошо, но мы здесь собрались именно для этого, поэтому не будем томить. Автор заработал около 160 тысяч долларов. А это очень круто, с учетом, что автор когда начинал делать игру, даже не умел программировать. Игра активно развивается, разработчик каждый месяц старается делать большие обновления и иногда проводить голосование. Он очень тесно работает с игроками и часто прислушивается к их идеям и замечаниям. Пожелаем автору удачи и еще большей прибыли. А у нас на сегодня все, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца, пишите какая игра вам понравилась больше, самые интересные комментарии попадут в наш следующий выпуск.